Погибнем, но надежда всё-таки есть. Старые диски говорят о некоем предмете под названием Генератор Демских Куч Компактный. Якобы этот генератор способен вдохнуть жизнь в пустоши. Это и будет твоим заданием, если тебя признают достойным. Чтобы это произошло, тебе придётся посетить Храм Испытаний. Если выживешь, возвращайся, и мы поговорим ещё. Наша жизнь в твоих руках избрана. Если выживу... Найди, Гек. Итак, вот наше окошко. Сразу же попытаемся свалить отсюда. И, наверное, уже не пройдёшь. Ладненько, но я не собираюсь его проходить. Что? Мне надо срочно вернуться в деревню. Прости меня, Парадим, но я не могу тебе этого позволить. Вернуться в деревню сможешь только успешно, пройдя испытания. А ты мне тогда на вопросы ответишь? Нормально. Я не хочу быть альфа-самцом. Мне не нужен крысиный трон. Да. В общем, этого чувака надо ударить, наверное. Ну, тогда придётся выпилить всю деревню. И вообще, то есть, это не выход. Итак, у нас есть копьё. Это холодное оружие. И мы им только поначалу будем пользоваться. И вот здесь примечательно то, что этот храм, неизвестно, кто его построил. То есть, деревня вряд ли его построила. И, ну, в общем, он очень-очень древний. И откуда он здесь взялся, непонятно. Это такая частичка мистики в фоллауте. Так, краса. Крадёшься. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Метать. Интересно, метну. А, 48%. Не надо метать. Видите, броня повышается из-за неиспользованных очков действий. А у нас их 9. Это зависит от ловкости количества этих очков. Мда. Ткнём метко. Мда. Лучше просто ткнуть. Один. Вот и всё. Опыт получаем. Вот у нас уже тут показано. Тысячу опыта нужно. Для нового левела. А как там краса? Блин, я краса не успела. Я забыл эти кнопочки, которыми крадёшься. Как это я промазал? Я не могу промазать. Но он тоже промазал. Вот в начале так и будет постоянно. То есть все будут мазать. Итак, умения. Я не помню. Один, кажется. Или как их тут включать? А, двумя, два раза кнопкой левой это бежать. Один раз идти. Когда идёшь, ты можешь краса. Так. Биндов, похоже, нету здесь никаких. А вот инвентарь, буква И. Я уже просто давно играл. А ну-ка. Запись. Ну, запишемся. Загрузка. Итак, обезвреживайся уже. Давай же. Вот так и набивают опыт. В этой игре. А там дальше скорпиончики. Ой. О, отлично. О, отлично. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы продолжаем прохождение лабиринта испытаний. Это я записываю намного позже. Так как тогда мне звонили. И, в общем, этот персонаж, который сейчас будет здесь воевать, он больше нигде фигурировать не будет. То есть, он только здешний. Все дело в том, что мне тогда звонили, очень часто. И, в общем, я забыл с паузой снять. И большинство храмоиспытаний не прошлось. И так, мы продолжаем. Но у нас мало здоровья, как вы видите. В принципе, я это позже прохожу. Для вашего блага, можно так сказать. Чтобы показать, как победил я в прошлый раз. И как вообще побеждается конечный наш чемпион враг. Ему надо нанести где-то 15 очков повреждения. Но это даже очень и очень непросто. Особенно с учетом, что мы сейчас не можем лечиться. Ну, стоя, в общем. И у нас запирают все из инвентаря, когда мы с ним начинаем драться. Но, в принципе, это не так важно. И рельефные плиты также нам не так важны. Я не знаю, буду ли я выгружать прохождение тех рельефных плит. Я-я-я. Блин. Убей его. Да, блин. Ты можешь его убить хоть раз? Хоть раз убей его. Давай же, убивай. Ну, еще ходик подождем. Все время я почему-то отбегаю от них. Хотя, можно этого не делать. Со скорпионов хвосты я не буду брать сейчас. Потому как это для показушки. То есть, там со скорпионов можно брать было хвостики. С их инвентаря. Вот у нас бомба. Сейчас мы научимся пользоваться бомбами. Здесь вот еще один муравейчик. И он подошел прямо, чтобы мы его убили. Там есть какая-то хрень. Сейчас мы попытаемся и туда подойти. Записываюсь я на восьмой салот, который у меня не был записан. Чтобы не мешать основной игре. Хотя, вот здесь вот где-то скорпионы, в общем, находятся. Или же муравейчики. Ну, плевать на самом-то деле. Одно попадание, и мы его вырубаем. У него пять жизней всего. Тут у нас лежат тоже ценные вещи. Ну, хотя, нет, это не ценная вещь. В принципе, вот что-что. Антиотравлин, противоядие. Можно посчитать, что оно означает. Бутылка с самодельным противоядием. Молочная жидкость с кусочками мяса. Раскопиона. Да это, блин, окрошка какая-то с мясом раскопиона, а не. Противоядие. Целебный порошок. Ну, в общем, это травка целебная. Пластиковая взрывчатка. Хорошая также вещь. Круче, чем динамит. Ибо динамит, если его даже положить кому-то в карман, ну, с помощью воровства, он может не уничтожить этого человека. А взрывчатка, она надежнее. Итак, щелкаем применить, ставим где-то 20 секунд, потом быстренько, хоп, и спокойненько отходим. Ну, именно на 20 секунд. На 10 секунд она может взорваться и раньше. Но у меня она в руки не взрывалась. Вот и всё. Вот так просто применяется взрывчатка. То же самое, только можно, вот когда она здесь, щелкнуть и повключить её, а потом щелкнуть, воровать, вот, циферкой 3, на какого-нибудь персонажа, и положите своего инвентаря в его, эту взрывчатку. И тогда он взорвётся. Через некоторое время. Но он после взрыва сагрится на вас. Если вы будете рядом, то вы можете сагрить весь город на себя. Ну, в общем, запороть себе игру. и загружаться тогда с сейва. Итак, продолжим. Ну, здесь мы никого не будем трогать. Возможно, стоило бы туда пройти. Сейчас попробуем как раз. Что там такое есть вообще? Там что-то есть? Да, что-то есть. Ну, я не знаю. Возможно, нам хватит этого, возможно, не хватит. В принципе, давайте сохранимся. В первый раз я далеко не радужно проходил это начало. Некоторые проходят его, конечно, очень быстро, там, хорошо. Но я каким-то из персонажей своих, ну, когда я сам играл без зрителей, я проходил это начало, вообще всех убивал, и абсолютно не страдал. Для этого, по-моему, нужно прокачивать рукопашный бой, нужно силу прокачивать. Но сейчас я это не люблю делать. Блин. Да я успешно прохожу дофига. Я вообще таким неудачником был, ну, в прошлом прохождении. Ну, когда только начал записывать. Сейчас уже как-то привык. Как видите, скорпиона ввожу. Все из-за того, что ногой бью. Вот видите, всего один, одна клеточка, на которую мы отходим, и скорпион уже бьет не два раза, а один. Все. Замечательно. И здесь у нас то, что восстановит нам намного больше здоровья, чем мы потеряли в течение битвы со скорпионом. В принципе, можно и пробежаться. Здесь, как бы, так же вот раз красться. И что интересно, в этом сундуке ничего не лежит. Но, как вы догадались, этот сундук мне будет надобиться для вас в будущих сериях. То есть, я тут забуду свои вещи. Вот такой вот я Настрадамус. И как же я проходил этого мужика? Вот. Значит, мы подготавливаемся, записываемся. Ждать мы не можем. Мы можем только использовать хилки. По-моему, не можем ждать. Да, вы не носите боя. Мы восстановим себе здоровье. Вот так вот. И прикол в том, что этот чувак, он очень хорош в ближнем бою. очень хорош. И он слаб в холодном оружии. Поэтому мы делаем так. Раз. И копье лежит здесь. Вот. Пусть оно здесь лежит. А также рядом ложим два этих целебных порошка. И вот здесь копье, здесь целебные порошки. Теперь мы еще раз сохраняемся на всякий случай. Я часто сохраняюсь и сейчас без автосейва, так как на автосейв у меня забит другой слот. Но мы его будем перезабивать, но это не важно. Итак. Суть в чем? Мы подходим, вот расспрашиваем. Готов ли ты к испытанию? Я так думаю, что готов. Великолепно. Твоя амуниция будет храниться в сундуке вне комнаты. Ой, он это сказал, а я это не читал, похоже. Или же забыл просто амуницию. Ты сможешь взять ее после схватки. Пусть бой начнется. Удачи тебе породи. Да уж. И он сразу бежит за копьем. Не знаю, может это и ошибка, может и не ошибка. Но на самом-то деле мне кажется, я правильно поступил. То есть он хватает копье, я хватаю личинки. То есть я такой читер. Я его бью. Что-то нифига я его не бью. Вот так вот подойдем. Нет, похоже, это не хорошая идея. Оставлять ему копье. Так как он лучше орудует с ним. Да. Поэтому берем копье наше. Также копье было там, где много скорпионов. Там была комнатка. Но я не буду ее показывать. И так. Я так думаю, что я готов к сладке. И теперь у нас хоть какой-то есть шанс его победить. Сразу же берем эти стимуляторы. Они нам бустанут здоровье. Ну, мы промахнулись, естественно. И теперь лучше тяжелым ударом, конечно же. Видите, одно попадание шесть здоровья отнимает. И отойдем на одну клеточку, так как это позволяет нам да, что-то нифига это нам не позволяет. Ну, да ладно. То есть, я думал, что это позволяет нам избежать одного из ударов этого чувака. Хотя, может, он и три разобьет по сути. То есть, если бы мы стояли, то, возможно, он бы нас три раза ударил. А так всего два. Два удара получить лучше, чем три, не правда ли? Как ты попал мне в глаза? Ты вообще дрыщ позорный. Не знаю, возможно, стоит сделать три удара вместо двух. Вот так вот. Пусть даже слабеньких. сейчас и проверим. Три удара он делает. То есть, выгоднее бить ногой. Выгоднее бить ногой. да, вот это плохо. И мы лечимся. Нам этого хватит пока что. да, вот мы постоянно промахиваемся. Слава Богу, он тоже иногда промахивается. И, возможно, мы будем перезаписывать эту часть. Много раз перезаписывать. Бабах. теперь на два шага отступим. И все равно по нам наносят два удара. Это плохо. Да, очень плохо. Итак, когда же... О, вот мы и победили. Как видите, такие читы, можно сказать, или же не читы, в этой игре намного больше читов, чем вам кажется. Ну, то есть, в будущем я это записываю, в общем, в определенное время, когда я узнал, что здесь с воровством что-то намудрили, что мы можем воровать очень крутые вещи. И вообще, я решил, что буду стеус-персонажем в будущем. С стеус-персонажем, естественно, с энергооружием, ну, или с легким оружием. Все-таки оно помощнее будет. ну, и вот, теперь мы открываем и выходим, и там начинается следующая серия. А, и вот, еще ролик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!